Всем привет! В этом уроке мы с вами поговорим про объектно-ориентированное программирование или же ООП. На начальном этапе ООП это просто темный лес, в котором многое непонятно и слишком усложнено. На самом деле не все так страшно. Предлагаю абстрагироваться от специфичных непонятных определений и познакомиться с ООП простыми словами. Поскольку на примере все усвоить гораздо проще, то давайте за пример возьмем робота, которого мы постараемся описать за счет классов в ООП. В таком случае класс это лишь чертеж робота, в котором мы описываем основные характеристики. А вот объект это уже так называемый целый робот, который создан точно по чертежу или другими словами по классу. Наследование это добавление полезных опций к чертежу робота. К примеру, берем стандартный чертеж робота и дорисуем к нему лазеры, крылья или какую-либо броню. Все эти дорисовки мы сделаем в классе наследники, основной функционал которого взят из родительского класса. Полиморфизм это общий функционал для всех роботов и не важно, что каждый робот может очень сильно отличаться друг от друга. К примеру, в главном классе мы указываем возможность передвижения для всех последующих роботов. Далее в классе наследники мы можем дополнительно указать возможность левитации для робота. А в другом же классе мы можем указать возможность передвижения по воде и так далее. Получается, что есть общий функционал, что записан в главном чертеже, но его можно переписать для каждого последующего робота, для каждого последующего наследника. А инкапсуляция является для нас броней, защищающей робота. Под пластырем брони находятся уязвимые элементы, вроде проводов и микросхем. После прикрытия с помощью брони, а это разные модификаторы доступа по типу Protected или же Private, робот полностью будет защищен от внешних вмешательств. По сути мы делаем доступ ко всем полям или же переменными, лишь за счет методов, тем самым прямой доступ к полю будет закрыт. И еще один нюанс, поле и переменная это одно и то же самое, просто если мы говорим про переменную вне класса, то это обычная переменная, а если мы говорим про переменную внутри класса, то это соответственно поле, но по факту это одно и то же самое. У всех классов методы могут отличаться, как и поля с конструкторами. Каждый класс позволяет создавать любое количество разных объектов, все из них имеют собственные характеристики. Использовать ООП очень удобно, ведь мы можем в одном месте описать весь функционал для определенного действия или объекта. Вот например, мы делаем игру и нужно описать поведение машины. Можно создать десятки методов, переменных и массивов и разбросать это все по разным файлам. Вроде неплохо, но даже звучит как-то это не особо. Вместо такого подхода мы берем, создаем отдельный класс, описываем все методы, переменные и прочие нюансы в одном месте и на основе класса мы уже можем создавать сколько угодно объектов. Каждый объект это конкретная машина, у нее есть общие характеристики, что записаны в классе, но также могут быть свои уникальные значения. Получается, что классы и объекты позволяют нам четко выделить разные участки кода, описывая как определенные действия в проекте, так и определенные объекты. В следующем уроке мы познакомимся на практике с созданием классов и объектов. На данный момент у меня же на этом все, так что подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующих уроках. До скорых встреч, пока! Пока! Продолжение следует...